Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном. В студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Без приема и без очередей. Налоговики призвали жителей региона максимально сократить визиты в инспекции. Какие услуги можно получить по удаленке, знаю я, Наталья Чунина. Сделать работу над ошибками активисты Общероссийского фронта заставят дорожников. Участок дороги рядом с Плещеевской больницей после ремонта оказался без тротуара. Исправят ли? Расскажу я, Виктория Юркова. Хитрость и изобретательность. Попытку передать опасный груз на территорию Нарышкинской колонии пресекли сотрудники УФИН. Телефон решили передать по воздуху. Подробности смотрите в нашем выпуске. Это проводятся уже работы на Лужковском кладбище. Одни помнят, другие мусорят. Орловские чиновники пообещали навести порядок на кладбищах в ближайшее время. Кто выполнит работы и какова их стоимость? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Орле. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определен круг лиц, с которыми они контактировали, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. Информацию подтвердили и в региональном правительстве. Речь идет о семейной паре, которая прибыла 17 марта из Праги в Москву. В Москве были взяты первичные анализы. И потом на личном транспорте семейная пара добралась муж и жена до Орла. Прибыв в Орел, находились в так называемом режиме самоизоляции. И уже с пятницы на субботу они были в ночь помещены в больницу имени Боткина. Действительно оперативно сработали все службы. Получив информацию об их прибытии в регион, удалось изолировать. Сегодня мы обладаем всей информацией о контактах. Абсолютно все орловчане смогут добровольно пройти тестирование на коронавирус. Инициатива принадлежит губернатору Андрею Клычкову. В территориальном управлении Роспотребнадзора к тестированию готовы. Планируется открытие пунктов приема клинического материала в медицинских организациях, в которых каждый желающий может сдать клинический материал для лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Это те лица, у которых не наблюдаются признаки инфекционных заболеваний и те, которые не выезжали за пределы Российской Федерации. В Орле, как и в ряде регионов России, заработала горячая линия. По телефону 8 800 234 11 примут заявку для оказания помощи пожилым людям, а также маломобильным группам населения. Многоканальный телефон запущен в связи с ситуацией по коронавирусу. Накануне в исполкоме ОНФ прошло первое заседание оперативного штаба. За один стол сели руководители областных департаментов, волонтеры, члены Общероссийского народного фронта. Обсудили предстоящее взаимодействие. Работа горячей линии начата. Все мы готовы к оказанию помощи одиноко проживающим гражданам старшего возраста, которые у нас находятся, к сожалению, в группе риска. Готовы помочь им в доставке продуктов, медикаментов. Считаем, что на сегодняшний день в регионе создана вот эта схема, которая поможет нам реализовать эту задачу. Сегодня мы встречаемся с волонтерами-медиками, сегодня встречаемся с Народным фронтом для того, чтобы сделать вот эту схему максимально удобной и дойти до каждого человека, который будет нуждаться в нашей помощи. Однозначно самый подготовленный контингент – это волонтеры-медики, которые могут с присущей им меры предосторожности соблюдения в непростой эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции действовать. Поэтому данный ресурс, он востребован. Данная линия создана по инициативе Российского народного фронта, совместно с волонтерами-медиками. Звонки, которые будут поступать на эту линию, обращения будут обрабатываться, действительно будут определяться люди, которые остались без поддержки, без помощи, без родных. Им будет оказываться различная помощь. Волонтеры вместе с активистами ОНФ отработали первый вызов. Это была доставка лекарства пожилой орловчанке. Я бы сегодня тоже потратила бы, ну минимум полдня. Как минимум. Мой врач сегодня принимал с 12. Вот я бы там просидела часов до 4 среди больных. Штаб открыт для каждого добровольца и мы призываем каждого нашего земляка, жителя города Орла, Орловской области присоединиться к нам, стать добровольцем нашей команде. Еще раз озвучу номер горячей линии по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. 8 800 234 11. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Звонок бесплатный. Пандемия коронавируса не причина делать перерыв в учебе. Получать знания можно и нужно, не выходя из дома. Многие учебные заведения Орла уже перешли на дистанционное обучение. В школах срок такого обучения до 12 апреля. А что сейчас происходит в вузах, расскажет Анастасия Гришина. Опустившие коридоры и учебные аудитории могут свидетельствовать лишь о двух вещах. Либо учебный год уже закончился, либо студенты ушли на каникулы. Однако не в этот раз. Все учебные заведения на карантине. Однако образовательный процесс не может быть остановлен. Впереди сессии и защиты дипломов. На помощь студентам, да и преподавателям тоже приходит процесс дистанционного обучения. Начиная с 17 марта текущего года, согласно приказу министра науки и высшего образования Российской Федерации, вуз перешел на дистанционные образовательные технологии. В принципе, эти технологии у нас развивались уже достаточно давно. И мы просто, скажем так, масштабировали их. Наполнение личных кабинетов расширили, добавив возможность для преподавателей вести пары в формате онлайн, а также контролировать образовательный процесс студентов. Преподаватели организуют учебный процесс. Они имеют разные инструменты для этого. Один из этих инструментов – это электронная система дистанционного обучения, которую разработал университет. В этой системе преподаватель размещает учебно-методические материалы, лекции, презентации, методические указания. Также размещаются здесь тестовые задания для текущего контроля успеваемости, для промежуточной тестации при необходимости. Влад – студент, и он, как и многие, также на дистанционном обучении. Говорит, что, в принципе, после выхода с карантина проблем с вливанием в образовательный процесс не будет. С ним на связи всегда преподаватели его факультета. Тот факт, что мы перешли на дистанционное обучение, это не значит, что учебный процесс прекратился. Мы обязаны постоянно быть на связи с преподавателями, прочитывать все сообщения, которые они нам присылают, и своевременно присылать задания в ответ. Как долго студенты будут отсутствовать в привычных вузовских стенах – неизвестно. Да, об этом пока и рано говорить. Анастасия Гришина, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Коронавирус – все ли так страшно? Как защититься от заболевания и почему не стоит паниковать? Эти и другие темы мы обсудим в четверг, 26 марта, в прямом эфире телеканала Первый областной. Гость программы «Актуальное интервью» – руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. Свои вопросы вы можете задать по телефону 76 10 28. Интервью начнется в 20.00. Программа также будет транслироваться на нашем сайте и в эфире «Экспресс-радио Орел». Дни открытых дверей в налоговой отменены. Пока инспекции работают в обычном режиме, однако посещать учреждения сами специалисты не советуют и предлагают альтернативу. Услуги можно получить онлайн на официальном сайте. Но что делать орловчанам, если прием все-таки необходим? Ответ на этот вопрос знает Наталья Чунина. Без семинаров и лекций выездные налоговые офисы стоят на месте. Влажная уборка помещения каждые два часа. Наличие масок приветствуется. Именно в таком режиме работают инспекции сегодня. Сами сотрудники просят орловчан и предпринимателей перейти в режим онлайн. Представители бизнеса, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью личного кабинета индивидуального предпринимателя и личного кабинета юридического лица, а также по телекоммуникационным каналам связи. Несмотря на введенные ограничения на массовые мероприятия и на сократившийся поток орловчан, в инспекциях сегодня по-прежнему многолюдно. Многим проще прийти и обратиться напрямую к специалистам. Пользуемся только госуслугами. То есть смотрим всегда, есть ли налоговые задолженности, что это, штрафы. Пользуюсь личным кабинетом, но как бы необходимо сдать декларацию. Времени свободного практически нет. Вот вы было время, поэтому я пришла. Кабинет зарегистрирован. Там захожу я для того, чтобы узнать о том, зачислили ли своевременно налоги и правильно. Но сейчас, как видите, уже во второй раз прихожу сюда, потому что пока не закрыли на карантин, удобнее все-таки общаясь с людьми. На сайте налоговой инспекции представлено более 60 электронных сервисов. Один из самых популярных – личный кабинет. В личном кабинете физического лица можно узнать задолженность, оплатить налоги, заполнить и подать декларацию 3 НДФЛ, а также урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. В том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучения и лечения. Если без визита в налоговую все же не обойтись, то лучше записаться заранее по совету специалистов. На сайте, чтобы в очереди не стоять, работает специальный сервис. Там можно выбрать удобное время, инспекцию и вид услуги. Для мониторинга финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса, в областной налоговой создали специальный институционный центр. Там принимают жалобы орловчан и предприниматели о возникновении экономических и социальных проблем. Позвонить можно по телефону 47 08 51. Наталья Чунина, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Сотрудники пенсионного фонда также рекомендуют орловчанам перейти на онлайн-обращение. Таким образом, намерены снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Подробности знает экономический обозреватель Первого областного Анастасия Гришина. Настя, здравствуй. Так какими услугами могут воспользоваться орловчане, не выходя из дома? Олег, здравствуй. С помощью личного кабинета на сайте фонда можно заказать любые справки. Есть там информация о пенсионных коэффициентах и сертификатах на мат-капитал. Несмотря на рекомендации, количество орловчан, обращающихся в пенсионный фонд, остается на прежнем уровне. В среднем в офис ПФР приходит около 600 человек. И это за день. Пока учреждение работает в обычном режиме, но специалисты советуют орловчанам поход в офис отменить. Дистанционно, помимо оформления документов и выплат, можно задать любые вопросы в онлайн-приемной на сайте фонда. На удаленку перевели и неделю финансовой грамотности. Стартует образовательный проект сегодня и продлится до 27 марта. Орловчане смогут прослушать лекции от ведущих экспертов финансового рынка и получить необходимые знания о современных экономических продуктах и услугах. Во время видеосеминаров участники все же смогут задавать вопросы спикерам, правда, через специальный чат. В нашем регионе вырос товарооборот. Орловчане закупились на 22 миллиарда рублей. И это только за два месяца. Показатель немаленький и обошел прошлогодний на 4%. В основном потребители приобретали непродовольственные товары. На продукты ушло около 10 миллиардов рублей. Орловская торгово-промышленная палата объявила конкурс. Ищут талантливых предпринимателей. Претендовать на победу могут орловчане, чей бизнес зарегистрирован на территории области. Участие в конкурсе бесплатное. Номинаций много. 8. От лучшего стартапа до интернет-прорыва. Заявки на участие принимаются до 19 мая. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас познакомила Анастасия Гришина. А мы продолжаем. Орловские дорожники готовятся к старту нового сезона. Основная часть торгов проведена еще в прошлом году. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 10 участков региональных и межмуниципальных трасс. Всего более 70 километров, сообщили на совещании в администрации региона. Как сегодня орловчане оценивают состояние орловских дорог и какие планы на этот сезон, узнавала Наталья Пехтерева. Проехать нигде невозможно. Мы налоги исправно платим, а дороги не делаются. Если поубирать все канавочки, то дороги будут отличные. В центре в основном хорошие, но бывает, что едешь прям по колену, яма вообще никуда не годится. Причиной плохих дорог в нашей стране эксперты называют целый комплекс проблем, которые копились и не решались десятилетиями. Это нарушение технологий при строительстве и ремонте, некачественные материалы, коррупция, бюрократия, огромные нагрузки на трассы, превышающие нормативы, ненадлежащее состояние дорог. Их надо было вовремя убирать и подметать. А не как у нас. После зимы на улицах пыль столбом, а бочины заросли к грязью, добавляют орловчане. Грязь, ветер, естественно, все это разносит. Дышим этим пылью, всякой этой грязью, естественно. Уборка плохая в городе. Понятно всем. Хотим что-то изменить. Нужен комплексный подход. С 2019 года реализуется государственная программа в области развития транспортной системы. В регионе отдельный вопрос. Это реализация утвержденного президентом России национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. Напомню, что старт дорожной компании 2020 года фактически был там в августе 2019. На капитальный ремонт и реконструкцию в 2020 году предусмотрено 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 10% больше, чем в 2019. Региональный дорожный фонд составит 5 миллиардов 600 миллионов рублей. В рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги планируется отремонтировать свыше 100 километров трасс. 11 участков протяженностью 16 километров в областном центре. Здесь мы продолжим работу по ремонту валютных городских магистралей улицы Ленинская, Новосильская, шоссе Московское, шоссе. Завершим работу по улице 60-й Третья и улице Васильевская. Для координации работы по мостам дружбы и Красный мост приведем на мотивное состояние улицы Розы-Люсенбург, 5 августа, Старо-Московская. Также проведем работы по отношению дублеров улицы Комсомольска, улица Аф-2. И мы должны помнить, что реализация дипломов напрямую влияет на восточное социальное экономическое развитие региона и качество жизни людей. Поэтому, как и прежде, в центре внимания остается жесткий контроль качества исполнения работы, соблюдения сроков, повышения безопасности дорожного движения. По данным Минтранса, к 2024 году субъекты страны приведут в порядок почти 45 тысяч километров региональных трасс. А совместно с городами еще 30 тысяч. Задачи нацпроекта еще более чем амбициозны. Не просто сократить количество очагов аварийности на трассах, но и не допустить новые. Наталья Пехтерева, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами. Надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции находится на постоянном контроле. Эту работу необходимо продолжать, заявил губернатор Андрей Клочков на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области. Среди тем обсуждения – профилактика нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг в финансово-бюджетной сфере и ряд других вопросов. Сохранение принципов максимальной эффективности использованных бюджетных средств является одним из важнейших принципов нашей работы. Тем более, мы в этом году на 18% вылечим пересвязь поступаем в рамках национальных проектов. Видим, что ситуация на экономических рынках нестабильная, что в двойне накладка на нас обязанность максимально жестко контролировать для того, чтобы все средства, которые направляются к федеральным регионам от муниципального бюджета, доходили до конкретного результата деятельности. В этом году шесть муниципальных образований области стали участниками проекта «Земский учитель». Это Болховский, Крамской, Мценский, Орловский, Свердловский и Уридский районы. Напомню, федеральный проект «Земский учитель» в 2018 году был инициирован губернатором Орловской области. Программа предусматривает единовременную выплату 1 миллион рублей учителю, прошедшему конкурсный отбор и желающему работать в селе. Предварительные итоги были озвучены на аппаратном совещании. В этом году в акварте проекта «Земский учитель» в единовременную выплату планируют получить 20 победителей регионального конкурсного отбора. Здесь две составляющие – 19 миллионов рублей – это федеральные денежные средства и 1 миллион – региональные законосирования. В Нарышкинскую мужскую колонию вновь пытались доставить сотовые телефоны. Способ выбрали весьма интересный. Роль почтового голубя на сей раз исполнял квадрокоптер. Мобильники прикрепили к беспилотнику и запустили его на территорию колонии. А накопопытка передать запрещенку была вовремя пресечена сотрудниками ФСИН. Мужчине, который управлял аппаратурой, может грозить штраф до 35 тысяч рублей. В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации передача либо попытка передачи запрещенных предметом лицам, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания. А также направлены материалы для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье 11.4 Кодекса об административной ответственности Российской Федерации нарушение правил использования воздушного пространства. Идти по проезжей части. Это про жители Орловского района, а если быть точнее, то про пациентов Плещеевской больницы. Они ежедневно посещают лечебное учреждение, а заодно по пути нарушают правила дорожного движения. Кстати, на новой дороге нет никаких опознавательных знаков. Как и главное, когда решится проблема? Ответ в материале Виктории Юрковой. Дорога рядом с Плещеевской больницей – это как раз тот случай, когда жители ремонта не оценили. А активисты Общероссийского народного фронта встали на их сторону, заявив – работа над ошибками будет, добьются. Участок нового дорожного полотна переделают ради удобства людей. В Плещеевскую больницу обращаются в том числе и пожилые люди. А они сейчас в группе риска. Невнимательность может привести к трагическим последствиям. Так что дорогу лучше переходить в специально отведенных местах. Орловский район является самым большим районом в Орловской области, где проживает самое большое количество населения. Обслуживает данный район Плещеевская районная больница. В прошлом году происходил ремонт федеральной трассы «Орел-Харька», так называемая, которую организация обслуживает. Остановка была перенесена. Сейчас жители Орловского района просят вновь перенести зебру. Правда, теперь указывают в совершенно противоположную сторону. Мне кажется, сюда поближе. Я так думаю, да, здесь удобнее было быть. Чемпионка – это опять не решение проблемы. Необходимо сделать полноценный тротуар, который способен оградить жителей нашего города, нашего района, Орловского района, которые пришли в поликлинику, обезопасить их, скажем таким образом. Поэтому после выезда на место наши активисты Общероссийского народного фронта мы сделали обращение к руководству дороги. Заинтересовались и дорогой на микрорайоне. Вернее, отсутствием остановочного павильона на металлургов. Орловчане ждут транспорта на месте парковки. Особенно остро проблема встает в выходной день. Остановочный павильон стоит. Когда здесь проверяют ГАИ, они останавливаются там. А когда они проверяют, они останавливаются здесь. Здесь просто годами сложилось. Я не знаю, как город на это смотрит. Может быть, они считают, что тот павильон для всех, а они просто нарушают, останавливаясь здесь. Но люди стоят тут всегда. И к этому вопросу тоже обещали подключиться активисты ОНФ. Жители микрорайона надеются на скорейшее решение проблемы. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Места захоронения станут чище. В Орле приступили к уборке кладбищ. УКХ заключила контракт. Сумма его не превышает и одного миллиона рублей. В Управлении коммунального хозяйства поясняют, работы будут вестись по мере перенаконакопления кладбищенских контейнеров. В настоящее время, согласно заключенного муниципального контракта, подрядчик осуществляет услуги по содержанию кладбищ и воинских захоронений города Орла. В частности, проводятся уже работы на Лужковском кладбище, Троицком, Крестительском, Наугорском. Сумма контракта известна? Сумма контракта известна. 300 тысяч. Напомним, накануне мы рассказывали о том, что городские кладбища завалены отходами. Невывозом мусора возмутились орловчане. А руководитель УКХ Дмитрий Фролов утверждал, что ситуация не меняется который год. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио Орел на 100 и 4FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают Орловский краеведческий музей приглашает посетить выставку «Мир насекомых» с живыми экспонатами, которая продлится с 8 марта по 17 мая. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Если у вас влажный кашель, снижение аппетита, повышение температуры, вы можете бесплатно обследоваться на туберкулез в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства. Мои родители прошли всю Великую Отечественную войну. Отец закончил войну в Берлине, а мама – в далеком Халкинголе. И я буду голосовать за те поправки Конституции, которые не дадут и шанса исказить нашу историю, попрать память о наших героях, глумиться над могилами моих предков. Важно прийти и проголосовать. Здравствуйте! Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. В этот день наши предки ждали приближения теплой и ясной погоды. Сырость и слякоть постепенно отступали. Однако, если в этот день стояла солнечная погода, то лето ждали не на сны. А теперь прогноз. В Амцинске осадков не будет солнечно. Воздух прогреется до плюс 7 днем, ночью минус 3. В Ливнах солнечных осадков тоже не будет. Температура плюс 7, ночью минус 4. В Болхове солнечно, без осадков. Днем плюс 6, ночью температура 3 градуса мороза. Весь день солнечно в Орле, никаких дождей. Плюс 7, ночью минус 5. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление значительно выше нормы. 763 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз на среду. Оставайтесь с Первым областным. Наши партнеры. Клиника Диксион. Забота, комфорт и качество – все в одном месте. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 10,8% годовых. Все сбережения застрахованы. Магазин «Проект мебель». При покупке кухонного гарнитура разделочные доски из искусственного камня в подарок. Муценск, Тургенева, 110 и 137. Машиностроители – 19. Весна. Время обновить гардероб для всей семьи сразу. Планета одежды, обувь – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе, 23, сокольный этаж. Гипермаркет «Линия» на Карачевском шоссе, 74 и второй этаж. Улица Михалицына, 5. Центр молекулярной диагностики, приемлемые цены, высокое качество предоставляемых услуг. Действует постоянная система скидок. Бульвар Победы 2, помещение 208, вход со стороны Октябрьской. Пусть все ваши мечты сбываются. До свидания. Достичь вершины в жизни удается не каждому. Вкус Победы из 2006-го я перенес в настоящий. Мой дух, мое здоровье я укрепляю день за днем. А помогают мне в этом те, кто работает на результат, так же, как и я. Клиника «Диксион» на пути к новым победам. О, привет, Маша. Я вот тоже договор оформил. Так я тебе уже два года назад говорила об этом. Молодец, верный выбор сделала. Теперь деньги в правильном месте храню. Сберегательный союз. Ставка 10,8% годовых. Звоните 22 2057. Успейте порадовать себя и свою вторую половину подарками от магазина «Проект мебель». При покупке кухонного гарнитура в подарок незаменимый помощник для любой кухни – разделочные доски из искусственного камня. Акция действует до 30 апреля во всех салонах «Проект мебель». Город Нценск, улица Тургенева, 110, 137 и машиностроителей, дом 19. Количество подарков ограничено. Весна намного ближе, чем кажется. Почему бы не начать уже сейчас к ней готовиться? Взять и обновить гардероб для всей семьи. Сразу, эффектно и экономно. Магазин «Планета одежды обувь» ждет вас. Куртки, обувь, сумки, джемпера, футболки, платья, аксессуары и не только. На все случаи жизни. Обновление товара два раза в неделю. «Планета одежда обувь» – ваш любимый семейный магазин. ТМГ «Гринк» – Крамской шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. Чтобы сделать все необходимые анализы, больше не нужно ехать в Москву. Центр молекулярной диагностики теперь в Орле. Приемлемые цены, высокое качество предоставляемых услуг. Действует постоянная система скидок. Высокая квалифицированная консультация медицинских специалистов, терапевт, педиатр, гинеколог. В центре также проводится ультразвуковое исследование. Аппарат нового поколения позволит запечатлеть малейшие патологические изменения и провести быструю и точную диагностику. Бульвар Поведы-2, помещение 208. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники из карельского гранита с бесплатным художественным оформлением. Подробности у менеджеров-консультантов в наших филиалах или по телефону 44 45 46. Адреса филиалов на сайте ritual-service-57.rf. Предложение ограничено.